В преддверии новогодних праздников ранним утром оригинальную ёлку зажгли лицеисты в рамках флэш-моба, посвящённого Дню междисциплинарного обучения. Напомним, Дни МДО в этом образовательном учреждении стали хорошей, доброй традицией. Данная методика педагога-милицея номер 21 была выбрана не случайно, а с целью решения проблемы в организации учебного процесса, так, чтобы каждый ученик получил образование, позволяющее адаптироваться к современным условиям жизни в соответствии с его интересами, склонностями и возможностями, чему, собственно, и способствует внедрение в обучение концепции междисциплинарного обучения детей с повышенными интеллектуальными и творческими возможностями. Данный подход обеспечивает развивающая междисциплинарную программу «Одарённый ребёнок», разработанная лабораторией Российской Академии образования. В основе методики творческого междисциплинарного обучения лежит метод исследования, метод открытия. Учитель только ставит перед учеником ту или иную задачу, даёт материал, а ученик сам собственными усилиями отыскивает, открывает то, что было открыто или изобретено до него. Таким путём ученик не только приобретает знания, но и учится тому, как их приобрести, как самому наблюдать, экспериментировать, обобщать и сравнивать. Стоит отметить, структура дня МДО лицея соответствует структуре продуктивного мыслительного акта. День, как правило, состоит из этапов. Познавательной мотивации, старт линейки и классного часа, на котором проходит позиционирование участников, распределение ролей проблемных задержательных линий, блоков исследования, обмен информацией, формирование выводов, применение их и использование. Тема дня определяется предварительно. На этот раз темой стало время и пространство. Сегодня у нас тема вообще нашего дня – время и пространство. В пространстве перемещаться можно. Все понимают? Из дома в школу. Переместились сегодня? Все переместились? Хорошо, а во времени? Что у нас на сегодняшний день говорит о перемещении во времени? Мы вообще-то фантазия. Мы говорим, путешествие в будущее, путешествие в прошлое. А наука сегодня как? Вот это за, против, поддерживает, поясняет, что в теме. Можно путешествовать во времени или нет? День междисциплинарного обучения, темой которого стали время и пространство для лицеистов, начался с классного часа, в рамках которого обучающиеся совместно с классным руководителем определяли задачи, просматривали тематические фильмы, после чего заполняли информационные карты. Это дневники участников Дня МДО. После формирования поля ассоциаций шел урок. Учителя в классе работали парами. Материал детям выдавался комплексно. Это позволяет обеспечить загруженность лицеистов, научить их следовать и принимать решения. На уроках Дня МДО объединялись все предметы урочной и внеурочной деятельности. Общество как? Оно с вами развивалось? Сначала мы говорим о традиционном обществе, потом мы идем куда? Как называется общество? Общество стадии? Я знаю, я учитель информации. Индустриальное, совершенно верно. А сегодня мы выходим на каком уровне? Постиндустриальное, совершенно верно. А в постиндустриальном обществе главным средством производства является. Замечательно. И почему-то мы решили, не откажемся сегодня от информатики. Не откажемся? В этом видеоролике два сюжета. Вы должны их увидеть и понять, что у них общее. Следующее это какая связь с экономикой? Вот здесь у нас с вами общество знаний. И какая связь с экономикой? И третье, мы говорим о том, какая же связь с информатикой? Три вопроса. Думаем. Дальше у нас тайга сибирская, бескрайняя, кедровая, лиственничная. На запад у нас с вами тайга европейская, по-своему, квойная. Здесь тухо, холодно. Здесь, наоборот, жарко и влажно. То есть уральские горы своеобразный барьер, где мы с вами разделяем два мира, два пространства. Умеренный климат с относительно благоприятными условиями для жизни человека, для хозяйствования и Сибири. Остатки древнего моря, изменившееся пространство, изменил со временем. Мы с вами получили глухую равнину с суровыми погодными условиями. Как вы уже поняли, в России очень много лесов, занимают они большую территорию, и огромное пространство в нашей стране действительно принадлежат лесам. Это наша ценность, наше богатство. Но с течением времени нашего богатства становится все меньше и меньше. И вот сейчас, в свете того материала, в свете той темы, которую мы сейчас проходим, я предлагаю вам определить, какую площадь занимают в России леса и решить обычную математическую задачу, исходя из которой вы определите, какими ценностями мы обладаем, каждый из нас. В рамках дня мы закладываем принципы работы, которые ребята пользуются на всех предметах. Мы анализируем текст, составляем схемы, ищем доказательства, факты, примеры конкретных текстов, фрагменты фильмов. И это залог успешной учебы и сдачи занятий. МДО ориентирует современного ученика на мобильное умение выстраивать свою позицию, как учебную, так и жизненную. День междисциплинарного обучения лицеисты завершали классным часом, на котором обучающиеся обрабатывали всю полученную информацию за день и на ее основе выполняли итоговые работы, в которых отражали все грани и направления темы этого дня. Итоговые работы представляются на общем стенде. Это могут быть интеллект-карты, кластеры, инфограммика. Сегодня это рефлексивные мишени и метапредметные елки. Таким образом, междисциплинарное обучение позволяет связать общей нитью многочисленные учебные предметы. При этом сами учебные предметы не исчезают, не теряют свои специфики, а вносят лишь свой вклад в открытие и доказательства междисциплинарной идеи. Педагоги лицея номер 21 считают Дни МДО уникальным и универсальным инструментом обучения детей. На мой взгляд, МДО – это некий универсальный инструмент для всех. Это потенциал индивидуального развития. А задача педагогов, работающих в технологии МДО – завидеть, услышать и увидеть это. Мы с коллегами называем эту технологию «технологией успеха», потому что каждый ребенок может добиться результата и стать успешным. Финалом метапредметной декады в лицее стала грандиозная метапредметная елка 2020. Праздничное новогоднее мероприятие ребята подготовили сами. Каждый класс принял активное участие, представив свое предметное выступление. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Метапредметная елка 2020 подвела итоги декады и продемонстрировала умение лицеистов применять свои предметные знания и навыки в разных видах деятельности, в том числе и творчестве. Продолжение следует... Продолжение следует...